Лучшее в стране Два дня до Нового года Да, это еще очень трудно Потому что много событий ежедневно Поздравления всяких, елок Корпоративов У меня еще вчера приехали из Киева мои друзья Приехал братик мой двоюродный У него день рождения То есть мы вчера до пяти утра Тусили Отмечали И было сегодня трудновато просыпаться Но молодец Ни на минуту не опоздал Бодра, весело Что было на столе? Скажи, чем встречаешь братика? Вот в этом году Я решила Так немножко стол изменить И помимо традиционных каких-то блюд Которые, ну как к Новому году мы все готовим Оливье, селедка под шубой Я, мы сделали Поросенка большого Да, вот запекли в духовке Целиком засунули Решили поросеночка молочного И еще сделали стерлядь Вот в этом году первый раз мы готовили стерлядь С лимончиком там С лимончиком, с тоже картошечкой такой В духовке Наташенька, скажи, пожалуйста У тебя или у Сережи в инстаграме Это будет экспонироваться? Потому что мы что-то как-то этого не видели Честно говоря, мы были вчера в такой суете Потому что день был чересчур насыщенный Я не знаю, я не успела сфотографировать Может кто-то из гостей сфотографировал? Поставлю, если у кого-то там Да, у кого-то поросенок Если в фотках задержался Но ты же буквально позавчера еще прилетела из Питера Сразу в день рождения Ой, я что-то много всего И прилетела, и приехала И откуда-то У меня сейчас дни, когда я не понимаю вообще, где я, что я Порой я просыпаюсь и не понимаю, где я сплю Слушай, пока мы не ушли далеко от темы еды Расскажи, пожалуйста У нас есть про абрикосовые сны, по-моему, песенка И ведь абрикосовое варенье какую-то имеет историческую ценность для вашей семьи Ну, сначала была история с вареньем А потом появилась прекрасная песня Михаила Гуцереева «Абрикосовые сны» Она такая песня, ну, то есть достаточно очень личная наша семейная Потому что это правда, что мы с Сергеем познакомились И у него на столе, ну, скажем так, он меня угощал абрикосовым маминым вареньем Прямо на первом же свидании Да, на первом свидании Настоящее, да, мама сделала, мама Нина, вкусное варенье абрикосовое Ну, а спустя уже много лет появилась такая красивая романтичная песня Про любовь и про абрикосовые сны Скажи, пожалуйста, тот крепкий напиток, который Сереже не удалось попробовать Он тебе припоминает до сих пор? Да ужасно, ужасно Вот Романа все утро волнует этот вопрос Как там было на самом деле? Ну, это действительно, я купила в хорошем, зашла в хороший магазин Ехала же к парню, думаю, не с пустыми руками А ты ехала к парню, как бы домой, к гостям В гости, да, он меня пригласил в гости Но я понимаю, что с пустыми руками как-то некрасиво остановилась У нас был приличный магазин, супермаркет Я купила бутылку виски И потом оказалось, что это не совсем виски, а просто водичка подкрашенная Да, в цвет виски Ну, получила, такой был конфуз, конечно Мне было как-то даже неудобно А Сергей поначалу подумал, что я его так разыграла Хохотушка разыгрывается Да, приехала Спасла, мамина абрикосовое варенье всю ситуацию Мамина варенье всю ситуацию спасла Мама Нина, я надеюсь, что сейчас смотрит, слушает Страну ФМ И песня вот как раз у нас Да, песня абрикосовые сны, да, у нас есть же Да, 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 мы как раз сейчас хотим ее послушать Отлично, да, красивая очень песня Скажи, пожалуйста, ну, вот про кутюрьму твоих сегодняшний день Дней нельзя не поговорить про прием у президента, который состоялся на днях Ну, был красивый президентский прием в Кремле Долго готовилось платье, вот это все Ну, как-то, нет, тоже все это было быстро, спонтанно То есть это не то, что прям вот такие какие-то были долгие приготовления Было все, конечно, очень красиво, достойно Ну, как и обычно бывает Чем у президента угощали? Чем угощали? Ну, тоже очень традиционные блюда были По-русски сюда? По-русски, да, по-русски, подводочку Шпроты, селедочка Ну, очень все гармонично было сделано на столе Красивые такие подарки От президента все получили гости Тоже, как бы, в русском стиле Ну, получается, это была такая елочка у президента Приятное событие Да, такой прием, торжественный прием Он ежегодный, и на этот прием приглашают Не могу похвастаться, что меня приглашают каждый год Лучших деятелей из уст Ну, в этом году артист Карасе Как не приглашать? Ну, я давно уже заслуженная Наташа, у нас сейчас нам не проспать бы Вот эту песенку хорошую Абрикосовые сны Смотрим, слушаем Страну ФМ У нас в гостях Наташа Королева Мы смотрим клипы, мы слушаем песни Вот только что у нас Абрикосовые сны Где снималась, кто снимал, расскажи Сережа Ткаченко снимал Очень хороший режиссер, Украина И снимали мы под Киевом Еще в то время я могла выезжать в страну Поэтому мы снимали под Киевом Очень живописное, красивое место Нашли такое дерево Ну и, в принципе, по сути, вся история любви Она прослеживается в видео Мы очень быстро это сделали Такой, как бы, активно все это снималось Монтировалось Мне кажется, атмосферу То, что хотелось передать Мне кажется, она ощущается Муж почувствовал? Ну, конечно Ну, естественно Скажи, пожалуйста Тебе важно, когда идет работа над клипом Чтобы бы ты была автором идеи? Или не важно? Или ты просто говоришь Вот, есть песня Давайте сделаем, ребят Ну, конечно Я, прежде всего, выслушиваю Какие-то творческие предложения Последнее слово за тобой К которым я обращаюсь За определенной творческой работой Если я вижу, что люди немножко Ну, то есть, нет у них какой-то идеи Такой основной То, конечно, я начинаю предлагать свои Да, я начинаю подключать себя А я, знаешь, читала как раз В каком-то интервью Где ты сказала, что ты, в принципе Каждый клип готова снять сама Что у тебя есть идеи И картинки И сценарии Ну, безусловно, наверное, когда я понимаю Что вот есть песня, которую надо снимать Что-то я уже сама себе представляю Конечно Но извне еще интересную информацию Предложения я вот всегда тоже очень люблю Ты отучилась в школе Вот в этой знаменитой В Лос-Анджелесе? Ну, я не могу сказать, что я отучилась Как мне бы хотелось Потому что там надо было бы поучиться подольше Речь идет о том, что Наташа хотела серьезно заниматься Прямо въехать во все В монтаж Ну, мне хотелось знать, как все происходит Именно с профессиональной точки зрения Потому что, ну, в кадре я уже много лет И снимаем видео уже достаточно долго Разное То есть я снимаюсь как актриса В своих же клипах Отдельное спасибо тебе за маленькую страну Ну, спасибо не только мне Мне кажется, что и Олегу Гусеву Который снял такой прекрасный клип И, конечно же, авторам Игорю Николаеву Илье Резнику Что они придумали эту страну Я уже здесь как больше исполнитель Но все, все, как бы, видеоработы Хочется, чтобы они были неожиданными Чтобы они нравились публике Чтобы в них была какая-то изюминка Поэтому всегда подход такой индивидуальный А я думала, тебе так надоели Историю, которую тебе предлагают режиссеры Смотрите, дай-ка я все сама уже буду делать Просто этот процесс, он для меня не такой сложный И мне захотелось просто научиться И уметь что-то делать самостоятельно Но именно, могу сказать, именно вмонтировать Потому что мне очень нравится монтировать Вот, вот, вот это самое удивительное Мне сложно представить Наташу Королеву А операторское искусство как таковое Диву, которая ночью сидит там и что-то склеивает Да, да, да Нет, ну что, у меня все там солидно У меня правильные программы Все, все я делаю Ну, мне нравится это То есть это мое хобби Я не претендую на какие-то прям То есть профессиональные лавры Хобби может перерасти Ну, может перерасти В одну из грани профессий И мне надо было подучиться Я всегда люблю все-таки подходить к любому делу Ну, более профессионально Но времени было мало Поэтому мне сделали такие ускоренные курсы Было очень интересно Потому что мне индивидуальным образом преподавали Ну, достаточно люди знаменитые, известные, великие Там, в Голливуде В Голливуде Которые снимали огромное количество разных фильмов Например, по монтажу У меня был такой большой-большой крупный Черный дядька Который монтировал Mission Impossible с Томом Крузом И еще огромное количество фильмов Таких экшен Интересно Что сказал? Какие основные от него были мессенджи? Что Наташа делает? Так, 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 будет круто Ну, очень важно То, что есть у меня Так, видимо, потому что я все-таки музыкант Я очень четко слышу ритмическую составляющую Поэтому все, что когда я монтирую У меня очень четко совпадает Ложится, да? Акцентность видео с ритмом Который заложен в музыке Это важно Ну, то есть не все, наверное, это слышат Это мой большой плюс И второй момент Я вот в качестве, если я оператора Я очень особенно вижу картинку Так Да, вот у меня есть свой какой-то взгляд И свой ракурс Ну, вот Ну, это мое личное Время Мукасия тебе Нет, ну, нет Я говорю, что я не претендую на что-то большое Но мне это нравится делать И я это, как бы, делаю как свое хобби Ну, что сказали американцы, студентки Королевы? Дали добро? Очень Они, нет Ну, американцы у них вообще такой подход Что они, наоборот, тебя провоцируют на созидание Они тебя никогда не Не гасят Не гасят, не говорят, что плохо Или... Они всегда тебя направляют правильно А ты должен раскрыться Да, крылья должны раскрыться Молодцы педагоги Она прислала свою первую авторскую работу Да, да, да Мы обязательно поговорим И о твоем новом проекте Да Мы наслаждались уже этим видео с Романом Многие наслаждались Если кто-то не знает, дорогие друзья Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна ФМ» Мы раскроем все карты Обнажим, как говорится, всю правду этого проекта Здесь телерадиоканал «Страна ФМ» Программа «Лучшие в стране» Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева Сегодня у нас в гостях Мы говорим, вы знаете, не только о музыке Мы говорим о плагинах, о программах Мы говорим о многом О том, что мы даже не предполагали, что Наташа может вот так профессионально Да, мы сейчас как бы подошли к твоему новому хобби И мы, конечно же, с огромным удовольствием обсудим с тобой твой проект Который называется, мы тут спорили с Романом над ударением «Поп энд бэнд» «Поп энд бэнд» Правильно, да? «Поп энд бэнд», да Расшифруй сразу же Это, получается, поп-коллектив Анны Бэнд Анны Ну тут по-разному можно Потому что у нас акцент сделан на солистку У нас очень такая колоритная, яркая солистка Твоя бэк-вокалистка Да, она, Анечка, у меня работает на бэк-вокалист Вообще все ребята этого коллектива работают в моем большом коллективе То есть ты кастинг никакой не объявлял, ничего? Нет-нет-нет, безусловно То есть у меня большой коллектив очень талантливых людей С которых я долго собирала из разных коллективов Они приходили, уходили То есть это был такой долгий творческий процесс В итоге собралась классная банда Королевой И вот на фоне этой большой банды Родился небольшой коллектив внутри «Поп энд бэнд» С солисткой Такой ребеночек Да, такой ребеночек С солисткой с Аней Аня у нас колоритная такая Зажигалка О, видели мы Да, зажигалка Фамилия у Ани какая? О, о, вот это мне сейчас Роман-то неважно Реско по фамилии Тут главное, какие у Ани бедра Как мы ее опознаем? Как в интернете даем, знаете? Она Анна Попси у нас Вот, вот Просто не его к чему И вот вокруг нее организовались наши ребята талантливые Мы сделали такой очень экстравагантный, скажем так, репертуар Он может быть не совсем форматный, не совсем радийный Но мы это делали целенаправленно У нее очень смешные песни Их уже три Кто, кстати, пишет, Наташа? Разные авторы Разные авторы Мы ищем по всей стране В принципе, мне присылают очень много музыкального материала Ты отсматриваешь? Отслушиваю Те же поклонники Да, безусловно И мы выбираем именно тот формат, в котором мы ведем этот коллектив Это такой немножко эпатажный формат Чуть-чуть стеба Да, чуть-чуть стеба Это все достаточно весело, ярко, сексуально Спасибо Вот И, соответственно, вот на базе моего коллектива Образовался такой поп-н-бенд Они зажигательные Они очень веселые Они действующие? Они действующие? Это не разовая история? Нет-нет-нет, они действующие Сейчас мы вот выпускаем очень смешной второй трек Который будет называться «Вибер» Да, и они существуют и отдельно от меня То есть их приглашают У них очень много заказов И вот сейчас под Новый год Мы не знаем, как вот нам разделяться Потому что хочется собрать и весь большой коллектив А тут у нас их все время куда-то выдергивают Как «Ласковый май» Да, выдергивают все время Но когда мы собираемся все То, конечно, вот Я всегда считаю, что за артистом Должна стоять очень сильная такая банда Яркая Каждый человек в моем коллективе Он, в принципе, такой сам по себе большой артист Вот это важно для меня Потому что все должны быть очень колоритные Запоминающиеся И когда зрители выходят после концерта Они обсуждают каждого Который был на сцене человека Это для меня очень важно Потому что мы единое целое Мы единый организм И по-другому не бывает Сложно попасть к Наташи Королевой в банду? Да, непросто У нас такой кастинг очень жесткий Что для этого необходимо? Вопрос пришел через астральные тела От безработных музыкантов Ну, во-первых, быть талантливым музыкантом Прежде всего Как заявить о себе? На сайте у тебя? Расскажи, где куда это Ну, мне присылают ребята свои демо Свои... То есть, смотря, кто на чем играет Кто-то нужен сейчас вот сразу? Вот на данный момент у нас все вакансии заняты И не думая, что есть желающие покинуть нас Я знаешь, вот знаю тебя Видеть тебя, наблюдая, восхищаясь тобой Думаю, что нужно быть очень-очень трудоспособным Трудолюбивым Мало спать Много пахать Ну, не знаю Мало спать не надо Надо все-таки высыпаться и спать побольше Но надо быть все равно трудолюбивым Потому что в этой профессии вот ленивые люди Они долго не могут, не задерживаются Тут реально надо быть трудягой Надо любить дело, которому ты служишь И надо любить, да То есть, это реально, это такой... Это не работа, понимаете? Это вот это жизнь Если ты в этом не живешь Если ты от этого не получаешь удовольствие То, ну, зрителя же, публику не обманешь Они будут это все чувствовать Это служение обществу музыки и истории музыкальной культуры нашей страны Да, так мы скромно скажем? Ну так, пафосно прям звучит Сделаем небольшую паузу Я все красиво сказал После которой, дорогие друзья, вернемся Наташа Королева сегодня у Страны ФМ Лучшее в стране Можно даже сказать и нужно сказать Лучшее из лучших Наташа Королева в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Дорогие друзья, мы продолжаем общаться Да, здравствуйте Всем здравствуйте, кто нас слушает И смотрит, Наташа Вот вы смотрите Все, безусловно, какие-то итоги подводят Хороший год, нехороший Давай с тобой поговорим У меня был год отличный Что было? У меня вообще 16-й год заканчивался прекрасно С большим сольным концертом в Кремле К сожалению, не попало и хотело Жалко, очень красивый концерт Но его потранслировал Первый канал То есть заканчивался 16-й 17-й год мы этот концерт повторили на бис осенью В октябре вообще просто феерично Все, кто был на Первом Потом пришли на Второй Говорят, Второй был еще лучше Да, мои подружки Они были на Первом Потом мне говорят Ну, я надеюсь, что следующий год Тоже, наверное, будет с концертом в Кремле Потому что у меня все-таки год юбилейный Мне в следующем году 45 Баба Ягодка опять Чем Ягодка будет угощать? Вот Ягодка сейчас уже работает над этим Работает над творческим меню From the best или новинки? А нет, ну без беста никак Без беста никак Тут уже никуда не деться Хочу я этого или не хочу Но без желтых тюльпанов или маленькой страны Меня просто люди не поймут Спасибо, это важно Вот, поэтому это обязательно Но, конечно, будет много очень интересного Если я все-таки осилю Потому что Куда денешься? Ну, знаете, бывают обстоятельства разные У тебя большая команда Ну да, но тем не менее Это очень большой труд Сделать красивые концерты На главной сцене страны За сколько обычно начинается подготовка к Кремлю? За несколько месяцев? За полгода? Ну, где-то за полгода точно, да Когда ты понимаешь, что, как выстраивается программа Ты приглашаешь режиссеров Которые, ну, то есть вместе с тобой делают эту красоту Ну, то есть это большой труд, большая работа И я просто... Это мои такие мечты То есть я вам сейчас говорю не о том, что это состоится Но мне бы очень хотелось Макрокосом тебя слышит, Наталья Отправляемся Мы отправляемся Когда по срокам? Скажи вот сразу, что ты планируешь Я сейчас не могу сказать, когда по срокам Но я надеюсь, что... Хотя бы СИЗО Ну, я думаю, что к осени не раньше К осени все хорошо Да, вот как-то осень у меня хорошо идет Все, поэтому, наверное, к осени не раньше Ты знаешь, вот по поводу юбилея Я читала твое интервью, наверное, где-то, может быть, пятилетней давности Где ты говорила вот о каком-то там таком кризисе среднего возраста Что тебе было некомфортно Был, я могу... Правда, я... Не могу, глядя на тебя, представить Я прошла вот этот момент Вот правду говорят, знаете Вот говорят, что это у мужчин 40 лет Начинается какой-то кризис Я думаю, что у женщин тоже То есть мы все в какой-то период вот этого нашего времени С 40 и с копеечками Ощущаем какие-то изменения в себе В первую очередь в голове В голове, то есть какие-то нас терзают Всякие мысли начинают появляться Тех, которых раньше не было Ну да, вот то интервью, оно прям, знаешь, такое беспокойное было Как сквозь это пройти, Наташенька? Да, как творится? Как ты себя сама успокоила? Как я себя успокоила? Ну, во-первых, слава богу, у меня есть хорошие друзья Вот я пошла к своему другу Мишу Гаврилов Прекрасный врач-психотерапевт Потому что я стала понимать, что со мной что-то происходит не то А ты о таких вещах спокойно рассказываешь? Да, нормально, это очень правильно Потому что человек, если он осознает, что что-то в нем не так Что ему что-то некомфортно, даже я очень позитивная, любящая жизнь Людей, вдруг я стала замыкаться, я стала уставать от людей Самый признак, который меня сломал Это когда не просто я захожу в магазин и ничего не хочу купить А я даже не хочу зайти в магазин А для девочек это же, ну вот ты прекрасно понимаешь Я говорю, нет, это какой-то уже нехороший звонок Надо срочно к Мише Мне не нужно новое платье Я ему звоню, говорю, Миша, со мной какая-то происходит непонятка Скидки не радуют Непонятка Говорю, что делать, помоги Он говорит, мил моя, кризис среднего возраста Настрыл с головой, да? Попер, да Ну, то есть, нет, видите, пережили, уже к 45 подхожу Просто цветешь и пахнет Живчиком В общем, друзья, люди, да? Идти к людям, Наташа Конечно, идти к людям Не бояться своих таких проблем Наоборот, о них говорить У нас просто в стране находить Плохо тебе, сиди, молчи Это вот в Америке там Нет, ни в коем случае Все-таки надо обращать внимание Слушать себя, слушать свой организм И, конечно, безусловно, если вы что-то понимаете, что-то не то Идти к специалистам Совет от Наташи Королевой Дорогие друзья, после этого высокого разговора У нас сейчас трек под названием «Стирала тебе трусы» Это моя работа, скажем так Продюсерская такая Экзаменционная Потому что видео я полностью снимала самостоятельно, монтировала Дипломная такая работа Дипломная работа Вот после того, как я отучилась Два месяца ты занималась после продакшеном Да, буквально два месяца 13 тысяч рублей потратила на клип Да, это очень, как бы, дешевая работа Наташенька, рецензию на вот это Тебе говорили? Коротко Ну, я послала, когда в Лос-Анджелесе Они посмотрели, они говорят Наталья, очень все круто Наталья, да, вау Модно Да, значит Ну, the always room for improvement Нет предела совершенству, безусловно Конечно, я расту Это была первая работа Это первый блинкомов Но, тем не менее Оценили, сказали, что все отлично Я тебе хочу сказать главное Что мужчинам очень нравится Потому что я отправляла ссылочку Да Да Это был расчет, в принципе Смотрим, слушаем Важнее смотрим Ну, много таких молодежных есть коллективов Классных, с хорошей музыкой Мы решили пойти немножко по другому пути Учитывая мое хобби Что у нас каждая песня Это будет такой мини-музыкальный ситком У нас есть две героини Вот наша Аня Попси Которая в ролике такая, да Вся красивая, аппетитная И вторая ее подружка Это Даша Блондинка Которая, да, такая ух Морду бьет Которая бьет морду Может разобраться То есть такая своя И мы сейчас сняли Такую вторую серию В Майами Снимали очень смешную С теми же героями Да, те же герои Ага Но у нас еще в чем Вся история заключается Что герои, которые попадаются В ролики Это все не профессиональные актеры Вот здесь есть у нас пара Которая целовалась, обнималась Есть парень, который Ну, тоже как бы Изменил главной героине Это все не профессионалы Это все люди Которые работают рядом со мной Кто-то администратор Кто-то там Гример Ну, то есть это люди Которые, соответственно Ну, рядом Ну, у которых есть таланты И мы эти таланты Просто таким образом Вытаскиваем То есть это Получается вот такая Все-таки народность В этом есть Наташа Королева Зажигает таланты Так Вот В Майами В Майами Снимали очень классный клип Он скоро выйдет Очень смешная история Опять-таки Наши две героини Аня и Даша Проблема какая Трабл Сейчас на тебе все расскажут Трабл какой Что девчонки Приехали на отдых Так Может они Ищут приключений Вдруг Останавливается Роллс Ройс Ну и дальше Я рассказывать не буду Я хочу, чтобы Когда выйдет этот ролик Чтобы все посмотрели Потому что и песня хорошая И, конечно, сюжет Очень получился смешной Неожиданно даже Неожиданно Это когда мы, Наташ, посмотрим Я думаю, что мы премьеру Будем делать весной А сейчас суета Вот это новогоднее Мне просто некогда Демонтировать Мне просто некогда Демонтировать На что еще у тебя хватит Времени в 18-м году Синглы, альбомы Клипы твои Ну задумок Очень много разных Творческих Я, конечно, думаю Что будет появляться Еще и поп-н-бэнда Новые материалы Новое видео И у меня У самой любимой Безусловно И новые песни Тем более, что У меня сейчас такой Очень красивый Творческий союз С Германом Титовым Да Он очень хороший Талантливый композитор Живет в Минске Пишет для наших Больших звезд Прекрасные песни Вот, например У Стаса Михайлова У Стаса Михайлова Да, Китай Которые сейчас Везде и всюду Журавли летят в Китай А вы дружили? У Леолиты Анатомия Песня У Димы Билана В новом альбоме Ой, сейчас не вспомню Как называется Ну, то есть У него очень красивые Яркие песни У меня В моем альбоме Магия любви Есть две его песни То есть мы сначала Познакомились виртуально Он мне прислал Несколько песен Я выбрала Мы записали Мы сделали И это все было виртуально Мы даже не были Вот так знакомы лично А, то есть и песни записывали На расстоянии И песни записывали На расстоянии Главное, песни записывать На расстоянии А люди у вас уже И роман вам приписали Отношения Да, ну это всегда Пошенили Как только рядом со мной Появляется какой-то Красивый мужчина А со мной всегда Появляются красивые мужчины Не знаю Вот только красивые Притягивые И талантливые И талантливые Сразу начинается Вот вся эта наша Пресса любит сразу А, ну значит Королева Там что-то Чего-то Замутили Он сразу согласился Стать Дедом Морозом Или как это вот получилось Нет, у нас вообще Появился сейчас первый Очень красивый Лирический дуэт Он сейчас большой Ротации на радио Но так как у нас нет Видео на него Я думаю, что у меня Дойдут руки И до этого момента Значит Первый появился Этот дуэт А дальше Безумно красивая песня Сегодня утром Я слушала А дальше в процессе Герман мне звонит Говорит, слушай Я тут такую песню Нарулил Новогоднюю Я говорю, ну пришли Я послушаю Он прислал Я говорю, слушай Классная песня И надо снять Смешной очень ролик На нее И вот как-то быстро Мы это сделали Очень быстро Очень оперативно Мы только В середине ноября Снимали клип А он уже сейчас Везде и всюду И песня звучит И песня пошла И песня пошла Да Очень хорошо пошла песня Хотя мы особо Не прилагали каких-то усилий Чтобы где-то чего-то Это свыше Это Санта Клаус И Дед Мороз Вам помогли Да, и вот Я очень довольна Этой работой Такой новогодней Веселой Озорной Шаловливой А что мы все Про нее говорим Да не послушаем Да, давайте посмотрим А давайте-ка Сейчас ее в эфир По Ну осталось Несколько секунд Наверное Надо просто сказать Вот сейчас Песня пойдет в эфире Все, смотрим, слушаем Мой Дед Мороз Мой Дед Мороз Я жду тебя С букетом роз Ах, Дед Мороз Ой, Дед Мороз Неси скорей Букет из роз Раз, два, три На прошлый Новый год Ты подарила мне Сам ты красный костюм И попросила надеть Только в твоей голове Произошел конфуз И полетел в тарары Нашей любви союз Я Дед Мороз Я Дед Мороз Я Дед Мороз Несу тебе Букет из роз Я, Дед Мороз Я, Дед Мороз Несу тебе Букет из роз Раз, два, три Вот и пришёл Новый год Ёлка, шары конфетти Ты снова просишь надеть Красный костюм любви А я хочу к пацанам А я хочу отжигать Прощай до января Мне нечего больше терять Я Дед Мороз, я Дед Мороз Несу тебе букет из роз Я Дед Мороз, я Дед Мороз Несу тебе букет из роз Здравствуйте, Дед Мороз Где тут квартира семь Гидрометцентр был прав Что-то замёрзло совсем Снова в твоей голове Произошёл конфуз Герман не выйдет гулять Всё пацаны сдаюсь Мой Дед Мороз, мой Дед Мороз Дай укушу твой красный нос Мой Дед Мороз Мой Дед Мороз Неси скорей Букет из роз Наташа Королёва Герман Титов Дорогие друзья С наступающим Новым Годом Прослушивание этого трека И просмотр этого клипа Увеличивает количество Счастливых дней в году На 17% Подсчитаны социологами А мы узнали только что Разные прикольные подробности Как снимался этот клип Создавались губы блестящие Ну да, это всё, конечно Это определёнными там спецэффектами Всё делается, безусловно Ну так, это не быстро Это такая сложная, кропотливая работа Кроликов сама придумала Этих безумных зубастых Безумных зубастых Сама покупала, знаете где? Покупала в Майами Как раз попала на праздник Халавин Этих головы, да? И там продаётся, конечно, Очень много всего интересного Я купила вот эти головы И собаки, и кролика Они громоздкие очень Я тащила огромную сумку В общем, нет Это всё, конечно, делается Всё вот такой креатив, придумки Порой что-то где-то видишь Думаешь, покупаешь Зачем, не знаешь Но покупаешь, думаешь Пусть лежит, что где-то пригодится То есть и действительно Оно потом где-то пригождается А вот так вот люди смотрят на звёзд Как ты думаешь Ну, ему же всё сделали Всё купили Привели, накрасили А тут вот Всё зависит Нет, есть звёзды Которые действительно делают всё Они только вот Несут себя Несут Да Я немножко другая Я очень люблю Народная, наша любимая Я очень люблю быть за кадром И вот для меня большое счастье Кому-то что-то делать Кому-то что-то снимать И быть за кадром Потому что я, видно, устала от кадра И много лет в нём нахожусь Поэтому люблю вот Что-то делать для кого-то И получать удовольствие от этого Наташенька, расскажи для наших зрителей Слушателей, как поживает семья Что интересного происходит сейчас Как всё ночи Всё прекрасно Сын сейчас на каникулах в Москве И сейчас ходит по всяким разным ёлкам Он звезда, кстати Светской хроники Да, уже мне отличился В интернете масса заголовков Не успел сын Наташа Королёва И Сергея прилететь Нас пригласили, его пригласили на ёлку В Академию наук Да, да Да, он с другом пошёл И там, видимо, что-то уже много всего Мама отпустила Ну, не сел Нет, он взрослый парень Он всё ездит сам в метро Всё разбирается 15 лет, в конце концов 16 будет в феврале уже Ну, он как бы утрал от бабушки Я так понимаю Ну, у него каникулы, да Он утрал от бабушки И сейчас здесь наслаждается И снегом, и зимой И вообще всей этой атмосферой новогодней Потому что там всё-таки Нет, так не прочувствуется Ну, вообще, у меня русский пацан Он очень любит Россию То есть, хотя я ему говорю А ты кто по национальности? Ну, мама же у тебя хохлушка Папа тоже наполовину там Мутная история, в общем, с папой И он говорит Он говорит, я русский Слушай-ка, ну, любит при этом он очень Японию А при этом любит Японию Занимается японским языком с удовольствием Ездит каждое лето на стажировку в Токио Для него это самое вообще большое счастье Поэтому, если где-то что-то он делает плохо Я сразу говорю, ну, Архив, смотри То есть, это будет сразу твоя проблема Значит, Японии летом не видать Всё, да? Закрыто И он сразу быстро пересматривает Все свои взгляды на остальные вещи На славу, если ему место И подтягивается Ну, а где? Как-то же где-то надо чем-то давить Давим вот именно Любовью к Японию К языку Я не знаю, откуда это Откуда, вот действительно Значит, что-то, может, из прошлой жизни он всеки принёс Ну, действительно Вот почему именно японский? Не знаю, не знаю Вы знаете, для нас это для самих Большой вопрос То есть, Новый год у Архива будет в России? Здесь, в России А потом мы же все едем в Ярославль Мы же поём в Ярославль на площади В новогоднюю ночь В новогоднюю ночь У нас всё семейство едет Весь большой автобус Едет дружно Едем в Ярославль Да, нет, у нас будет весело Кто-то ездит с мигалками, они ездят с гирляндами Да, мы ездим с хорошим настроением И, конечно, Новый год В Москве тебе не сиделось, в общем, в 31-го Да, в Москве в этом году мне не сиделось Ну, и мы любим такую передвижуху-передвижуху То есть, подожди, вы будете выступать на центральной площади Ярославля Да, Ярославля, да, будет большой концерт Ну, помимо нас ещё будет много артистов Но вот мы едем и будем в новогоднюю ночь Собственно, там и остаётесь потом отмечать Там остаёмся отметить И потом опять уже сядем в автобусе К утру, наверное, доедем до дома Надеюсь Надеюсь Мама как поживает? Мама, ну, ничего, хорошо Ну, правда, она же у нас уже, как говорится, женщина в возрасте Иногда что-то там давление, иногда что-то самочувствие как-то Ну, мамочка роскошная Ну, мама, она всё равно энергайзер Всё равно Она такая, конечно, у меня боец, молодец Её очень любят Она любит людей, жизнь И дай бог ей, конечно, здоровья Наташа, спасибо тебе огромное, что пришла на страну Спасибо вам Просто гигантское Спасибо вам огромное В преддверии Нового года Вы меня пригласили с удовольствием Потому что слушаю радиостанцию в машине И отмечаю, что вы молодцы Вот вы всё новое Вы всё такое необычное Вы стараетесь поставить в эфир, и это очень важно А у меня сегодня, я хочу сказать, была мечта Потому что к нам в эфир пришла моя самая любимая певица Наташа Королёв Спасибо, с Новым годом Наташа, до новых встреч Спасибо, до свидания